Здравствуйте! Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Смотрите в этом выпуске. Знали, что это произойдет. В частном секторе на улице Пролетарская упал строительный кран. Лежал в квартире, пока дверь не вскрыли. Жители Барнаульской многоэтажки уже пару недель живут в зловонии после разложения трупа. В истории второй для нас первый. Как в Алтайском крае отмечают годовщину полета Германа Титова в космос? Чудом никто не пострадал. В Барнауле строительный кран упал на территорию частного дома. Инцидент произошел по адресу Пролетарская, 22. Сотрясение и шум какой-то отдаленный. И соседка тут позвонила, говорит, я из окна видела, что упал кран. Пойдем смотреть, все ли там живые, кого надо вызывать. Наш телеканал вчера освещал конфликт жителей частного сектора и застройщика, который возводит дом на партизанской 21А. Напомним, люди возмущены присутствием большегрузов, которые постоянно перекрывают и разбивают дорогу, по их словам, шумом состройки и подтоплениями участков. Застройка частного сектора вокруг стройки плотная. Сегодня кран повредил коммуникации на одном из них. Повреждено отопление, что ли труба, там из нее вода бежит. И вот эта труба тоже изогнулась коленом. Слава богу, что все живы-то остались. Хозяйки этого 22-го дома, она на работе, ее нет дома. Добавим, жители дома на Пролетарской 22 вчера уже говорили о своих опасениях по поводу этого крана. По их словам, они накануне видели, как он накренился в сторону их дома. К другой теме. В Барнауле полицейские установили личность водителя автобуса, который ударил пассажира. По данному факту проводится проверка. Напомним, что конфликт случился в 33 маршрутке. По предварительной информации, пассажир мог находиться в состоянии алкогольного опьянения и планировал оплатить проезд переводом на карту, а водитель требовал оплату за наличку. Очевидцы говорят, что пассажир выражался матом в адрес водителя. Это и могло спровоцировать конфликт. За проезд пассажир так и не рассчитался, но и при этом с жалобами на побои никуда не обращался. Полицейские проводят проверку по данному факту. Также устанавливается личность потерпевшего. Жильцы дома по адресу 40 лет октября 29А уже около двух недель задыхаются от запаха разложившегося трупа. В одной из квартир обнаружили тело мужчину. Его унесли почти сразу. Однако в квартире, которая имеет статус муниципальный, никто так и не провел уборку. На чьи плечи ляжет клининг, выяснял Данил Кузнецов. Открытые форточки в доме на 40 лет октября 29А не помогают выветрить запах разложившегося тела. В июле здесь умер слесарь местного ЖЭУ. Соседи уверены – от алкоголизма. Обнаружили его спустя несколько дней. В квартире за две недели никто так и не убрался. Принадлежит жилье государству. Поэтому вопрос об уборке ЖЭУ перенаправила в Барнаульский комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. Обращение получили они только сегодня. Тем временем жильцы спасаются как могут. В первую очередь запенили дверь. Помогло, но незначительно. Особенно невыносимая ситуация была в жаркую погоду. Как спасаетесь у себя в квартире? Двери закрываемые, все равно пахнет. Особенно если ветер с той стороны. Пол помыла, вот тяжелая, и белизной побрызгала. И тряпу вот кинули. Жильцы уже написали заявление в прокуратуру и ждут ответ. Однако в похожей ситуации, которая была два года назад, разбиралась мэрия. Она искала клининговые службы, которые были готовы убраться в квартире умершей бабушки. Наш телеканал рассказывал об этой истории. С тех пор в законодательстве в этом плане ничего не поменялось. И как нас заверил юрист, очисткой жилья в нашем случае должна заниматься администрация. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. На улице Максима Горького наконец-то убрали стихийную свалку. На протяжении месяца неизвестные складировали там отходы. Местные жители начали жаловаться на зловоние и мух. Еще вчера возле дома на Максима Горького 44 лежали десятки пакетов с мусором. Для решения проблемы мы направили запрос в администрацию центрального района. Накануне свалку убрали. А на месте чиновники установили табличку, которая запрещает складирование отходов и заодно напоминает об ответственности за административное нарушение. Четыре человека погибли в пожарах, 14 на воде. Такова статистика происшествий по краю за июль. Итоги ЧП подвели накануне в Краевом МЧС. Также в ведомстве предостерегли жителей региона об одной опасности. Подробнее расскажет Юлия Щепина. Пожар 4 июля в частном жилом доме в Крымановском районе. Среди которых погибло 2 человека. Так накануне подвели итоги обстановки по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Крае за прошлый месяц. Всего в регионе произошло 40 социально значимых происшествий. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировали. Об этом на селекторном совещании с главами муниципалитетов доложил заместитель начальника Краевого МЧС Николай Егоров. За отчетный период потушено 511 пожаров, в итоге которых погибло 4 человека. Травмировано 4 человека, спасено 32 человека. Возникло 22 очаги лесных пожаров на общей площади более 6 гектаров. На территории 9 муниципальных образований. 14 ЧП произошло на воде, 14 человек погибло, а среди них один ребенок. Тревога, конечно, очень большая. У нас, у губернатора, это все-таки установка на водных объектах, гибель людей и, к сожалению, снова же мы наджидаем рост этих происшествий среди детей несовершеннолетних. Все несчастные случаи происходят в непредназначенных для купания местах, подчеркнул Игорь Степаненко. Поэтому профилактика гибели людей при купании остается важным направлением деятельности всех служб. Что касается текущего месяца, средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 2-2,5 градуса. И риск возникновения ЧП остается высоким. Также ежегодный анализ природных пожаров показывает, что их количество начинает увеличиваться с сентября. Поэтому подготовиться к этому периоду нужно заранее. В преддверии осеннего пожаропоста периода необходимо проработать вопросы по учебу населения, служивающих в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода природных пожаров, в том числе находящихся в учреждениях и организациях с постоянным нахождением людей, санаториями, интернатами, лагерями, заводами и так далее. Проработать алгоритмы последовательности оповещения, эвакуации, запланировать таспорт и развертывание пунктов времени на развлечения. Представители ведомства добавляют, все происходящие события чрезвычайного характера сдвинулись на 2-3 недели и начались с раннего паводка. Поэтому осенний пожароопасный сезон стоит ожидать совсем скоро. Юлия Щепина, День с толком. В июле число оформленных ипотек в Алтайском крае снизилось более чем на 33%. По сравнению с июнем. Данные приводит агентство недвижимости «Династия» со ссылкой на Росреестр края. Правда, также есть данные, что после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки Центробанка, рынок недвижимости не остановился. Полной остановки ипотечного рынка не произошло. Сделки заключают на уровне первых месяцев 2024 года, в том числе за счет семейной ипотеки, которая будет действовать до 2030 года. Эксперты даже сообщают, что в сравнении с прошлым годом рынок ипотеки снизился всего на 12%. Многие ожидали, что произойдет перераспределение спроса с новостроек и льготных ипотек в сторону покупки жилья на вторичном рынке, но пока этого не случилось. Подобная тенденция может проявить себя осенью. Что касается цен на рынки недвижимости, то, согласно разным источникам, они не падают. К тому же, по данным экспертов, на фоне растущего спроса в ближайшие месяцы возможен рост цен. Почти два года многодетная мать из Барнаула не может добиться алиментов от бывшего мужа. Женщина одна воспитывает пятерых детей. Экс-супруг, по словам горожанки, отказывается помогать финансово. Многодетная мать пытается добиться положенных выплат и просит судебных приставов города усилить давление на злостного неплательщика. В проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Мне кажется, если бы Владимир Владимирович не платил вот эти деньги, мне бы их просто забрали. Но одних выплат от государства недостаточно. Многодетная мама Анна Аманчина одна воспитывает пятерых детей. С супругом она в разводе. Поначалу мужчина перечислял помощь, но вот уже почти два года, как об отцовском, долги забыл. Анна работает кассиром, зарплата 30 тысяч рублей. Денег едва хватает, чтобы свести концы с концами. У меня дом в ипотеке. Мне не хватило миллион триста, что-то. Я взяла ипотеку. Ну, спасибо опять же государству. 450 тысяч за меня закрыли. Там я в республике продала дом, там за дорого не продашь. Вложила вот сюда, но у меня все равно миллион триста как бы ипотека. Я плачу 20 тысяч в месяц. На какой срок? Ну, я на 30 лет взяла. В своих малышах Анна Аманчина души не чает и хочет для них всех благ. Поэтому добивается от экс-супруга выплат. Но судебные приставы пока не могут достучаться до неплательщика. Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на бывшего мужа. Но надзорный орган потребовал документ с суммой задолженности. Эти цифры женщина должна взять у приставов. Этот мужчина на меня кричит, что вы сюда пришли, у меня рабочий день заканчивается, надо приходить по часам. Я говорю, вы же мне сами сказали прийти. Он говорит, я вам ничем помочь не могу. Я встала, ему говорю, я говорю, напишите мне тогда отказ в письменном виде. А между тем, неуплата алиментов – большая проблема для всей России. Судебные приставы нам рассказали, что за первое полугодие текущего года только в Алтайском крае числится свыше 15 тысяч исполнительных производств в отношении алиментчиков. В свою очередь в службе судебных приставов проводится работа для снижения остатка по трудоустройству должников. Оказывается, содействие в данном направлении деятельности. В настоящее время самая крупная задолженность составляет более 1 миллиона рублей. Это те люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Судебные приставы побуждают к выплатам разными способами. Взыскивают деньги с зарплаты, устанавливают временные ограничения на выезд из страны, арестовывают имущество и не только. Наша героиня надеется, что такие меры будут применены и к ее бывшему мужу. Может, наконец-то проснется совесть или хотя бы ответственность. Почему детям элементы не платишь? Скажи, пожалуйста. Мария Костолева, Валентина Скирова, Андрей Печоркин. День с толком. В колонии Алтайского края в этом году произвели товары на 280 миллионов рублей. Это почти на 30 миллионов больше, чем в прошлом году. В эту сумму входят продукты питания для осужденных, продукция легкой промышленности и не только. А вот производство товаров и услуг для сторонних организаций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 29 миллионов рублей и составило почти 217 миллионов. В настоящее время в девяти учреждениях УФСИН осужденные привлечены к трудовой деятельности, приносящей доход. Созданы центры трудовой адаптации осужденных и лечебно-производственные мастерские. И к другой теме. Месяц постельного режима заменили на физическую активность. Именно так сейчас в Барнауле реабилитируют больных после инфарктов и серьезных операций на сердце. Напомним, в России эта неделя посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Подробнее расскажет Татьяна Голубева. Когда четвертого приехал, я так дышать не мог. А сейчас полной грудью дышать могу. Сейчас вот сдавали тест. У нас тут там тоже есть на седьмом этаже тест. 6 минут называется. 500 метров прошел и давление 120, и на 80, и пульс нормальный. У Олега Артамуновой из Камня-Нааби пациента отделения реабилитации проблемы с сердцем начались еще 5 лет назад. Перенес два инфаркта. В июле провели операцию по коронарному шунтированию. Постельный режим даже после такого серьезного вмешательства теперь заменяют физиопроцедурами и физической активностью. Основным направлением кардиореабилитации является двигательная активность. Потому что в ранние исторические времена инфаркт лечили таким образом, что месяц прописывался постельный режим, после чего стали наблюдать множество осложнений. И когда вот началась уже эрокосмоса и пациентов стали, поняли, что нужна наоборот физическая активность, и наших пациентов с инфарктом стали в ранние сроки поднимать на ноги, заставлять их ходить уже на третьи-четвертые сутки. При такой реабилитации выздоравливали пациенты гораздо быстрее. Конечно, для каждого врачи подбирали свой комплекс лечебной гимнастики. Но физическая активность и пешие прогулки – основа нормальной жизни сердечников после операций и инфарктов. Кроме велотренажеров и дорожек, выздоравливающие ходят по теренкуру. Тропы здоровья организовали во дворе кардиоцентра. Эта дорожка 500 метров ходит, чтобы можно было считать, сколько ты прошел. Не каждого есть метраж или как, а прошел уже там на 150-200 метров, 500 метров, круг сделал 500 метров. Я вот лично сам хожу где-то с 5 и до 7. Лазерная терапия для быстрого заживления после операционных рубцов, магнитотерапия, лимфодренажный массаж, обычный массаж – все это тоже входит в комплекс реабилитации. Для скорейшего восстановления есть и психолог, правда, один и приходящий. Отдельный кабинет, где пациенты проходят тренинги, с ними проводятся различные беседы на тему заболевания, как вот дальше они, когда выйдут из стационара, как они дальше жить. Идеально, конечно, должны проводиться беседы с родственниками пациентов, но все зависит от наличия кадров. У нас их жесткий дефицит. В мечтах заведующей приблизить отделение к курортным условиям, а не к больничным. Так и выздоравливать пациентам будет легче. Ну а чтобы не вернуться в больничные палаты с сердечником любого возраста, а молодых инфарктников становится все больше, дают рекомендации соблюдать все назначения врача, пить таблетки и обязательно двигаться, сильно не перегружаясь. А дома я в деревне, там по-любому будет реабилитация. Там все, фрукты, овощи, вот эти, все своего с огорода будем убирать с супругой, собирать все это, таскать. Много, конечно, я не наношу, но понемножку буду помогать. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае отмечают 63-ю годовщину полета Германа Титова в космос. Сегодня в Мемориальный музей в селе Полковниково приехали близкие родственники советского космонавта. Как стартовало одно из ярких культурных событий региона, расскажем в следующем сюжете. Три, два, один, пуск! Вот так юные школьники запускают ракету класса С-7 в небо, представляя себя настоящими космонавтами. Чтобы изготовить такую модель, у мальчишек уходит от трех до семи дней, конструкцию продумывает до мельчайших деталей. Работает все это за счет электрозапавок, который вставляет сюда. Вот внутрь, подключается все к аккумулятору, кнопочку нажимаем и полетело. Ежегодно в Мемориальном музее имени Германа Титова школьники демонстрируют свои умения. Вспоминают подвиги и свершения советского космонавта. Вы только представьте, наш земляк Герман Титов в свои 25 совершил второй в мире космический полет и стал первым человеком, который провел на орбите более 25 часов. Сегодня ровно 63 года, как состоялся этот полет в космос. На Алтай приехали близкие родственники космонавта, чтобы поделиться воспоминаниями. Все воспоминания, конечно, очень теплые, потому что папа был очень редко дома. Он был человек все-таки мирового масштаба. Когда мы ездили в отпуск, если узнавали, что приехал Герман Степанович, все, мы его точно уже не видели. Поэтому мы старались съездить иногда даже, как раньше, дикарями с палатками, чтобы… Имя Германа Титова вписано в историю мировой космонавтики. Внучка пилота космического корабля Мария Титова уверена, в музее имени ее деда царит особая атмосфера космоса. Это как раз то место, где подрастающее поколение сможет не только прикоснуться к истории, но и, возможно, выбрать профессию. Мало таких проектов, которые реально дают узконаправленным профессиям развиваться. А тем более космонавтика – это сложная, это интересная в первую очередь профессия. И прекрасно, что будущие маленькие посетители музея смогут для себя решить, хотят ли они туда пойти. И если захотят, то сразу же найдут возможности. На сегодняшний день в музее собрано более 13 тысяч экспонатов. Семейные фотографии, письма супруге Тамаре, награды, макеты ракет. Настоящий скафандр, сухпайок космонавта и не только. Каждый год с разных уголков не только региона, но и страны привозят и передают новые экспозиции. Поступила в фонд вот такая фотография, выполненная в 78-й школе города Барнаула. Она сделана в 74-м году, когда Герман Степанович был у нас на Алтае. Переданы уникальные значки, которые посвящены полету Германа Степановича. Шесть вот таких вот значков теперь будут в фонде нашего музея. Праздничная программа, в чей 63-й годовщины космического полета, собрала на одной площадке. Не только родственников космонавта и гостей музея, творческие коллективы тоже приобщились. Космическая неделя в селе Полковниково продлится до конца недели. В ночь с субботы на воскресенье на берегу озера здесь проведут астрокемпинг. Вход свободный. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. И к новостям спорта. Сегодня любители единоборств сполна насладились бескомпромиссными поединками по кикбоксингу. В спортивном комплексе «Победа» стартовала 12-летняя спартакиада. Файтеры выкладывались по полной, ведь если проиграл, закончил свое выступление на турнире. Как проходили поединки без права на ошибку, расскажет Дмитрий Дроздов. Каждый масштабный турнир начинается с церемонии открытия. Финальный этап в рамках 12-летней спартакиада учащихся России исключением не стал. Все по канонам больших праздников. Парад открытия, творческие выступления и слова напутствия от организаторов турнира. Сегодня город Барнаул принимает лучших кикбоксеров страны. И я горжусь, что ощущаю эту мощную энергетику этого старта. Главной ценностью которой является дружба и спортивная братство. За рингом друзья-товарищи, а вот внутри принципиальные соперники. Первый день соревнований показал, что легкой прогулки на этом турнире не будет ни у кого. Каждый поединок держит интригу о победителе до последней секунды. У нас представлено здесь 9 весовых категорий на спартакиаде. И все они полные, не менее 8 человек в каждой весовой категории. То есть это говорит о том, что у ребят большая конкуренция. И чтобы дойти до финала, 3 боя как минимум им нужно провести. Причем собрались спортсмены. Есть и первые номера, которые на прошедшем первенстве России завоевали золотые медали. Есть и призеры первенства России. То есть конкуренция в весах довольно-таки хорошая. Что касается наших бойцов Александра Логачева, Василия Юрченко, Марата Гречушкина и Трофима Бучнева. У парней выдали сложные и эмоциональные поединки. Некоторые из них за сегодня провели два боя. Уже завтра в 10 утра в спортивном комплексе «Победа» стартуют полуфиналы. И сразу же финальные поединки. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на два сутра кнопки в соцсетях. Напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok